Достаточно продолжительное время в Бресте городские власти искали возможность создать так называемую ночлежку для бездомных. Эта задумка воплотилась в создании самостоятельного отделения на базе территориального центра социального обслуживания населения Московского района города. Уже сегодня структурное подразделение учреждения оборудовано под 12 койко-мест для 8 мужчин и 4 женщин. Кроме того, в помещении оборудовано по 2 душа и туалета, предусмотрен кабинет медицинского осмотра. В силу специфики приходящего сюда контингента, в помещении есть место для поста милиционера с камерами наружного и внутреннего наблюдения. Люди абсолютно разного социального уровня, поэтому в ночное время у нас будет на посту охраны дежурить аттестованный сотрудник департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. В избежание каких-либо неприятных, непредвиденных ситуаций, это будет в интересах тех же лиц, которые здесь находятся. Все-таки мы отвечаем в ночное время за жизнь 12 человек, поэтому это большая ответственность. В отделении проживающим предоставят широкий спектр различных видов помощи, направленных на социальную адаптацию личности в обществе, поддержка в поиске работы, получении документов. На первое время людям будет предлагаться одежда. Кое-что сотрудникам территориального центра удалось собрать самим. Дальше к этому процессу подключатся и специалисты Красного Креста. Букурс полкома на обустройство этого помещения было выделено 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей, причем, ну конечно, где-то мы немножко сэкономили, но все, все услуги, которые здесь будут оказываться, это естественно были предусмотрены при финансировании этого проекта. Функционировать объект будет в вечернее и ночное время. Благодаря предварительной работе служб, скорее всего, первые нуждающиеся в крови придут сюда уже 1 ноября. Рассчитывать на койко-место и пользование предлагаемыми услугами люди без определенного места жительства смогут от одного месяца до года. Каждая история и ситуация будут разбираться индивидуально. Продолжение следует...